Детство – самое страшное из воспоминаний Тамары Григорьевны. Себя она помнит в одном образе – кожей кости. В австрийском концлагере Шпильхаузен, который значился под номером 31, для детей была заготовлена лишь плётка от фрау и собаки, которых спускали на малолетних узников. С тех пор прошло более 70 лет, но им жизнь в лагере смерти и ужасы фашистских застенков уже не забыть. Мы всё помним, и я помню. Но я не помню, чтобы нас кормили. Мы постались где-то всё что-то добыть. Мы уже доходили, мы дистрофики были, поверьте, мы уже едва двигались от голода. И когда вот это вошли американцы, это было 5 мая, они к нам, а мы криком кричимся, прячемся где под нарами. Ну, уже умирать не хотели, уже понимали, наверное. Биография этих людей – настоящие уроки мужества для подрастающего поколения. О жизни за колючей проволокой и миллионах убитых в лагерях смерти Тамара Сытник рассказывает школьникам с одной целью – чтобы те знали, какой ценой был завоёван сегодняшний мир. А вам надо учиться это обязательно. Обязательно жить вот и сейчас, городом жить. Что у нас делается? Надо везде участвовать. Вникайте в жизнь города. Сами будьте добрыми. Это самое главное – уважать человека. Если мы будем в разные все стороны, это ничего ни у кого не получится. А ещё, подчёркивает Тамара Григорьевна, священный долг каждого – сохранить память и отдавать дань уважения погибшим и выжившим в том аду людям. И сегодня, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, в том числе и школьники приняли участие в траурном мероприятии. Сегодня здесь говорили и о преемственности поколений, о том, что эстафету патриотического воспитания молодёжи у ветерана Великой Отечественной, которых с каждым днём всё меньше, должны принять дети войны. Это то поколение, которое пришло после победы в Великой Отечественной войне, но по рассказам, по ощущениям, по фотографиям, по ранениям своих близких отцов и дедов, они тоже прекрасно помнят эти ужасы войны. И в преддверии 9 мая мы проводим целый ряд таких мероприятий для того, чтобы ещё и ещё раз наше нынешнее поколение прикоснуть к этой трагической истории, но очень важной для понимания того, что есть твоя Родина, что есть Россия, что значит долг защитить Родину. Подобные памятные мероприятия сегодня прошли по всему миру. Из десятков миллионов погибших узников концентрационных лагерей каждый пятый был ребёнком.